Каждый из нас слышал о Тедди Банди, Джеффри Даммере и прочих серийных убийцах. Но среди маньяков есть и те, чьи идеи не остались на задворках мировых новостных лент. Почему мы испытываем такое отвращение и интерес к подобным монстрам? Монстрам, желающим оставаться в тени незамеченными. Сегодня я расскажу вам о тех, кто сел страх и ужас, о маньяках, чьи имена остаются в тени в тот момент, когда число их жертв сильно переваливает за сотню. В нашем мире много невинных и чудесных детей. Однако порой среди них есть и те, кто рождается с темными тайнами и желаниями внутри. Джавет Игбал, имя о котором вы, вероятно, не слышали. Джавет родился в 1956 году в Пакистане. Он рос в семье предпринимателя, который хорошо обеспечивал семью. У него были братья и сестры, а также мама, которую он очень любил. У него была хорошая семья и хорошее детство, где его никто не обижал, не унижал и не подвергал сексуальному насилию. Однако Джавет все равно по какой-то причине испытывал влечение к маленьким мальчикам и с самого детства испытывал желание убить человека. Долгое время он контролировал в себе это желание и мысли до того момента, когда принял решение, что хочет убить ровно сто мальчиков и чтоб сто матерей заплакали. Внутри нас часто кроются чудовища, стремящиеся выйти на волю, взяв под контроль человека. Джавет с детства обладал маниакальной страстью к убийству. Это желание никогда не покидало его, несмотря на то, что он пытался бороться с этим. Решение начать убивать и цель в сто убийств мальчиков было принято пакистанским монстром в тюрьме, где Джавет отбывал срок после вынесения приговора об изнасиловании мальчика. Когда он находился за решеткой, его мать – правоверная мусульманка, которую знали и уважали люди, с которой Джавет был очень близок, не выдержав боли и позора из-за содеянного сыном умерла. Как это часто бывает с социопатами и психопатами, которыми являются настоящие маньяки, чудовище не винило себя в произошедшей трагедии, а винило весь мир. Джавет посчитал, что жизнь по отношению к нему очень несправедлива и даже жестока, поэтому через убийство именно ста мальчиков он решил отомстить миру и тем, кто лишил его матери. Обозлившись и наполнив душу тьмой, он обрел силу, отыскав ее в самых мрачных уголках своей гниющей души. Выйдя из тюрьмы, Джавет решил заняться бизнесом, который у него пошел вполне неплохо. Чтобы посвятить себя охоте на детей, ему необходимы были средства и время. Открыв несколько бизнесов, он уделил особо много внимания тому делу, который ему позволит воплотить план сотни изверских убийств в реальность. Одним из его побочных бизнесов, который не столько приносил прибыль, сколько грел душу, был зал игровых автоматов, куда постоянно приходили мальчишки, чтобы поиграть на них. Девочек не слишком сильно интересует компьютерные игры. А вот мальчишки способны были проводить в залах игровых автоматов, тратя все до последней копейки много часов напролет. Мальчишки и не представляли, что владелец зала незаметно ведет на них охоту. У Джаведа был весьма своеобразный способ охоты на жертв, который ждала мучительная смерть. Он якобы случайно терял монеты в игровом зале между мигающими и шумными автоматами, после чего незаметно, неторопливо уходил, якобы думая о чем-то своем, после чего незаметно занимал удобную позицию и наблюдал, какая рыба клюнет на уловку и кто поднимет утерянную монету. После того, как происходило то, на что надеялся Джавед, и ничего не подозревающий мальчик поднимал монету, маньяк хватал перепуганную жертву и, постоянно крича, создавая суматоху, обвинял ее в воровстве. Далее, отволакивая жертву к себе в подсобку, он насиловал там мальчика и иногда даже убивал. Порой на этом все не заканчивалось, и он отвозил жертву к себе в огромный частный дом, где пытал и издевался над мальчиком. Убивал жутким способом, после чего растворял труп в бочке, наполненной соляной кислотой. После попадания в зал игровых автоматов, невинные мальчишки оказывались в его сетях, и после этого их ждал только кошмар. Серийные убийцы всегда одиночки. Но у монстра по имени Джавед было трое сообщников-подростков, которым он платил за то, что они ему помогали. Они иногда привозили жертв в дом маньяка, контролируя, чтобы те не смогли сбежать. Им было 17, 15 и 13 лет. Все они были мальчиками. Один из них, после того, как оказаться в тюрьме, не дождавшись вынесения приговора, покончил жизнь самоубийством. Любимым способом убийства для Джаведа была цепь или целлофановый пакет, с помощью которых он душил с остервенением после долгих пыток своих жертв. Далее было расчленение и помещение останков в бочке с кислотой. Когда Джавед наконец-то достиг долгожданной цифры в 100 трупов, он написал два признательных письма и направил одно в полицию, другое в газету, указав в конце, что мог убить и больше, но просто ему хотелось убить именно 100 мальчиков и довести до слез именно 100 матерей. После совершенных им убийств он планировал покончить жизнь самоубийством, тихо утопившись в реке. Но этого не случилось, потому как все монстры на самом деле трусы. Когда полицейские оказались в доме Джаведа, они обнаружили там огромную доску для разделывания тел, следы крови на стенах, цепи и фотографии окровавленных жертв, а также закопанные останки тел. Самого Джаведа арестовали в редакции газеты, куда он пришел. Поступки Джаведа не могли остаться безнаказанными. Теперь о нем знал весь Пакистан, и каждый живший там человек желал жестокой расправы, особенно родственники растерзанных мальчиков. На суде Джавед совершенно не раскаивался в содеянном. Наоборот, он утверждал, что очень хотел сделать то, что сделал, и сделал это с удовольствием. Он говорил, что больше жить не хочет, но при этом надеялся на то, что Аллах его простит за совершенные кошмарные грехи, которые не способен совершить человек, но лишь монстр. Мудрый судья, который ввел суд, не способный поверить, что нечто подобное действительно может случиться во время вынесения приговора, произнес речь, о которой по сей день слагают легенды. Он сказал убийце в глаза, вы будете казнены в присутствии родственников жертвы. Вас задушат цепью, которой вы душили детей. После этого ваше тело разрежут на сто кусочков, которые после этого растворят в соляной кислоте. К большому сожалению, такой справедливости, увы, не довелось быться. Так как у маньяка были деньги и связи, он дал взятку охраннику, и тот принес ему в тюрьму смертельный яд. Когда Джаваду исполнилось 45 лет, он принял этот яд и умер спокойной и безболезненной смертью в тюрьме, просто заснув. Джавад был мусульманином. В исламе самоубийство – страшный грех, за который грозят адские муки в преисподней. Надеюсь, Джавад сейчас наслаждается каждой из них. Внутри каждого из нас спрятаны мрак и свет. Во многих из нас много мрака и много света. Даниэль Камарго Барбоса – это имя скрывает темнейшую историю, начавшуюся еще в далеком детстве. Порой детство бывает сложным и полным боли, но иногда оно может исказить личность навсегда. Даниэль родился в Колумбии в 1930 году. Известно, что при родах его мать умерла. Его отец не стал долго горевать и женился на женщине, у которой не было детей, но она очень их хотела. Зачать собственных по состоянию здоровья она не могла, поэтому, так как очень хотела, чтобы у нее была дочь, не очень психически здоровая женщина, одевала Даниэля в девичью одежду и обращалась с ним, будто с маленькой девочкой. Иногда она отправляла пасынка в школу, одетым как девочка. Там над Даниэлем издевались. Именно там в нем зародилась ненависть к женщинам, которую впоследствии подогревал жестокий пьющий отец, сбивавший сына. В этом психопату отцу иногда помогал даже родной дядя. В какой-то момент, когда Даниэль подрос, ему пришлось бросить учебу, чтобы финансово помогать семье. Как он сам впоследствии признавался, этот случай заставил его затаить обиду на весь мир, который был очень несправедлив к нему. Пережив унижение и издевательство в детстве и юности, Даниэль оставил в своей душе ненависть и желание мщения. Даниэль до беспамятства влюбляется в девушку по имени Эсперанца. Он не мог на ней жениться, так как та не была девственницей. Помимо этого, Даниэль однажды обнаружил ее в постели с другим мужчиной. Он мог бы бросить ее, но не сделал этого, так как утверждал, что был безумно в нее влюблен. Ловко манипулируя ее чувством вины, он уговорил Эсперанцу приводить ей девственницы. Напаивая их снотворным, он насиловал их. Так ему удалось изнасиловать пять девушек. Даниэля посадили в тюрьму на пять лет. Это очень разозлило его. И он понял, что единственный способ, чтобы жертвы изнасилований не могли дать на него показаний, это лишать их жизни. Оказавшись на свободе, устроившись на работу, начав новую жизнь, он вдруг увидел девочку девяти лет, в которую, как он сам говорил, он невероятно влюбился. Даниэль убил девочку. На сей раз Даниэля посадили надолго в тюрьму, расположенную на острове в море. Даниэль не отчаялся. Он читал много книг об окружающей географии и течениях. Однажды, когда он заметил спрятанную на острове лодку, он сел в нее и удрал. Власти утверждали, что Даниэль погиб. Но он выжил. Так маньяк избежал заключения длительностью в 25 лет, обретя возможность вновь убивать и насиловать. Именно этим он и занялся. Подрабатывая, где придется, ночуя на лавочке в парке, живя будто нищий бомж и бродяга, Даниэль пользовался своей невзрачной старческой внешностью и невысоким ростом, втираясь в доверие к девушкам и девочкам, младшей из которых было 8 лет. Держа в руках Библию, он подходил к беззащитным девушкам из низших социальных слоев, прося помочь найти дорогу к местному знаменитому пастору Джорджу Винчестеру. Если ему помогут, то он отблагодарит юных девственных девушек за это финансово. Заманивая девушек в безлюдные места, он насиловал их и убивал, уродуя их острым мачете. Вдруг Эквадор захлестнула волна изнасилований и убийств девочек и девушек. Полицейские считали, что орудует банда садистов-психопатов, которая и совершает все эти немыслимые и жестокие преступления. Никто не мог себе даже представить, что такой невзрачный человек, как Даниэль, мог совершить такое количество убийств. Доказанная цифра 72. Реальная цифра жертв 180. Однако кровавое чудовище все-таки арестовали. На допросе выяснилось, что Даниэль помнил имена всех своих жертв. Он, смакуя, в подробностях рассказывал подробности своих убийств, снова и снова желая пережить жуткие ощущения. Он не раскаивался, считая его изнасилование и убийство очень особенным прекрасным актом настоящей любви. После того, как Даниэль Камарго Барбоса был посажен в тюрьму, его зверски убил один из родственников жертвы. Основному количеству людей кажется, что наш окружающий мир весьма спокоен и безопасен. По крайней мере, нам всем хотелось бы в это верить. Но за умиротворяющим фасадом тишины и закрытыми дверями могут скрываться темные и пугающие секреты. Познакомьтесь с Джейсоном Фростом, тихим фермером, который хранил долгие годы ужасающую тайну. Джейсон проживал в штате Айова, недалеко от городка Хэмптон. Его дом окружали бескрайние кукурузные поля с одной стороны и лесная роща с другой. На счету Джейсона Фроста 27 жертв, которых он убил зверским способом, снимая каждый момент пытки на камеру. Тела невинных мальчиков и девочек он закапывал среди высоких густых стеблей кукурузных полей. Джейсон Фрост – серийный убийца, зарабатывавший на жизнь тем, что похищал детей, снимал снов видео, после чего продавал их за огромные деньги через Даркнет. Маньяки могут стать абсолютным кошмаром в жизни своих жертв. Равных в этом Джейсону Фросту не было. Зверство может обрести физическую форму и превратиться в маньяка. Именно таким существом был Джейсон Фрост. Часто расходный материал, которым он считал своих жертв, а именно детей он продавал на органы. Благо, в Даркнете и на такую услугу можно найти покупателя, заработав на правильной утилизации немаленькие деньги. Джейсон Фрост, безусловно, один из самых страшных серийных убийц в истории человечества, о котором мало кто слышал. Он совершал свои кошмарные преступления с особым наслаждением, упиваясь каждым мгновением убийства и насилия, долго продумывая, как и что он будет делать в тот самый главный страшный момент. Наиболее громкое и резонансное преступление, которое он совершил и которое до сих пор не раскрыто, это похищение пятерых детей, учащихся школы Норд-Вест-Централ. Детей или хотя бы их останки разыскивают по сей день. Убив водителя школьного автобуса, Джейсон Фрост просто проехал по нужному ему маршруту и забрал ни в чем не повинных детей, которых он предварительно выбрал, думающих, что новый незнакомый водитель автобуса в это прекрасное утро отвезет их в школу. Но этого не случилось. Джейсон отвез похищенных детей к себе в дом и поместил их в подвале, оставив их там заключенными в ошейниках, дожидаться своей кошмарной участи. Джейсона Фроста никто так и не нашел. Страх перед справедливостью – важнейшая и мощнейшая мотивация многих поступков преступника. Дело в том, что это страшное чудовище, равных которому мало внезапно исчез. Оставив свой дом жертв, любимое дело и сообщника, который помогал заниматься фермой в момент, когда Джейсон занимался убийствами и созданием снов-контента. Заехав в один из магазинов, где Джейсон Фрост должен был забрать заказанные черные рулоны целлофанового покрытия, которое не позволяло просачиваться крови в деревянный пол, он заметил подозрительную полицейскую машину, которая будто была там из-за него. Джейсон Фрост, понимавши, что его есть из-за чего искать и тем более из-за чего казнить, на электрическом стуле решил как можно быстрее сесть обратно к себе в минивэн, чтобы покинуть парковку магазина. Спустя какое-то время он обнаружил, что такая же полицейская машина, что была на парковке, следует за ним. Для кровавого маньяка все стало на свои места. В одну секунду и он стал удирать. Пытаясь затеряться среди полей и рощ, попадающихся ему на пути, пытаясь убежать, не справившись с управлением, Джейсон Фрост попал в страшную аварию, изуродовавшую его тело и облик. Но главное, эта авария очень сильно подействовала на работу его мозга. Джейсон Фрост столкнулся с катастрофой, которая оставила его зверское прошлое за спиной. Эта история заставляет задуматься о том, что же действительно происходит в голове у подобных чудовищ. Мой дебютный психологический триллер «Педофил. Исповедь. Чудовище» является путеводителем в сознание серийного убийцы и возможностью посмотреть на это со стороны. На темную душу, которая пронизана жаждой насилия. Закрывая последнюю страницу этой книги, обещаю, вы не останетесь равнодушными к этой истории. Но самое главное, вы будете в восторге. Ссылка на книгу «Педофил. Исповедь. Чудовище» ждет вас в описании под этим видео. Работавший на заводе, тихий, спокойный, вежливый, проживавший в СССР Анатолий Сливко носил имя заслуженного учителя. Настолько высоко оценивали его умение ладить и собирать вокруг себя детей. Помимо этого, Сливко являлся мастером спорта по горному туризму. Он очень любил походы и дикую природу, а также детей. Детей особенно. У Сливко была жена и двое детей, несмотря на то, что с женой у него были не очень хорошие отношения. Анатолия Сливко, по его собственному признанию, не очень интересовали женщины как объект сексуального вожделения. Однажды, когда девушка села ему на колени, пытаясь его соблазнить, он вдруг почувствовал ощущение невероятного отвращения и тошноты. В моменты, когда Анатолий Сливко не думал о его эмоциональных проблемах, в вопросах, связанных с отношениями с противоположным полом, его жизнь была спокойной гаванью, где у него было хобби – туризм. Но то, что скрывалось за этой обыденностью, оказалось ужасающим. В 1961 году с Анатолием Сливко произошло знаковое событие, которое помогло высвободиться его истинному «я», а также привело к тому, что его жизнь поменялась кардинально, став в итоге жизнью жуткого чудовища. В 1961 году Сливко стал свидетелем страшной аварии, в которой погиб мальчик, одетый в белоснежную рубашку, черные выглаженные штаны и сверкающие черные ботиночки. Тело погибшего мальчика лежало в огромной луже красной крови. Когда Сливко увидел произошедшее, он вдруг испытал приступ сильнейшей эрекции, которая закончилась мощнейшим оргазмом из семяизвержения. Данная картина настолько отпечаталась в голове серийного убийцы, что он просто не смог ее забыть до конца своих дней. Фантазии Анатолия Сливко впоследствии не давали покоя именно эти сверкающие черные ботиночки, которые превратились в сексуальный фетиш, дарящий такое сильное и приятное ощущение возбуждения, нечто, чего раньше не было с девушками. Что бы он ни делал, монстр после этого происшествия пытался бежать от себя на протяжении определенного времени, но ничего не помогало. Без этих фантазий и шуткой картины аварии он просто не мог испытать возбуждения и оргазма. С внезапно нахлынувшим безумием нужно было что-то делать. Лечить его маньяк Сливко не хотел, значит, можно было попытаться дать ему волю. Так в голове чудовища возникла идея, способная подарить реализацию самых жутких его фантазий. Анатолий Сливко организовал туристический клуб для мальчишек-школьников. Он немного времени уделял семье, а вместо этого проводил все свободное время после работы в созданном им туристическом клубе. Там для мальчишек существовала целая система поощрений и наказаний. Например, принес много дров – плюс 10 баллов, если принес мало – минус 10. В конце похода баллы суммировались, и если у кого-то из мальчишек набирался приличный минус, то тот должен был заплатить за это деньги руководителю клуба. Часто для того, чтобы не платить, Анатолий Сливко предлагал мальчишкам вместо этого поучаствовать в эксперименте. Доверяя руководителю клуба, мальчики с радостью соглашались, не подозревая ничего плохого. Эксперименты монстр проводил в лесу, среди дикой природы. Монстр предлагал поиграть в разведчиков, после чего говорил, что он будет снимать имитацию пытки советских разведчиков на камеру. Затем происходило главное, то, ради чего жило чудовище. Он приносил вместо пыток белоснежную выглаженную рубашку и черные брючки, а также сверкающие черные ботиночки. Мальчишка надевал все эти вещи, после чего руки жертвы обматывались веревками, натянутыми меж деревьев. Далее за ноги приматывалась веревка и Сливко тянул ее на себя, а вокруг шеи мальчика была обвита веревка, которая душила его, понемногу убивая. Все это Сливко снимал на камеру. Когда ребенок терял сознание или погибал, монстр занимался мастурбацией, наблюдая эту чудовищную картину экзекуции. Скрываясь за маской уважаемого руководителя туристического кружка, Сливко совершил немыслимое. Его жертвами стали дети, которые доверяли ему. Он причинил им невообразимую боль. Их вопли остались навсегда в воздухе и в местах, где он совершал убийства и пытки. За время экспериментов, снятых на пленку, которую чудовище с удовольствием регулярно пересматривало, пострадало 40 мальчиков, из которых многие стали инвалидами. 7 из них погибло. Дети, которые после потери сознания приходили в себя, ничего не помнили, потому как после удушения у человека происходит кратковременная амнезия. Тех, кто погибал, Анатолий расчленял топором или пилой, не снимая с них одежду, снимая все происходящее с удовольствием на камеру. Эти съемки вы спокойно можете посмотреть в ютюбе без какой-либо цензуры и размития. Мне кажется, это бесчеловечно и неправильно. Анатолий Сливко был одним из двух людей, которые вдохновили меня на создание такого персонажа, как Джейсон Фрост, который во что бы то ни стало должен быть наказан. На допросе Сливко рассказывал, что в его голове возник целый мир из событий и остросюжетных историй, где рядом с ним были мальчики, которых он мульчал, которым это нравилось, которые улыбались ему. Анатолий Сливко был приговорен к расстрелу. В 1989 году приговор был приведен в исполнение. Представьте себе мир, где живет зверь Луис Горовита. В Колумбии 90-х годов в условиях политических потрясений и борьбы с наркокартелями он спокойно убивал детей и подростков. Жертвами его зверства становились мальчики от 6 до 16 лет. Но что скрывается за этим кошмаром? Почему он это делал? Жизнь Луиса началась с трагедии. Подобная ни в коем случае не оправдывает ни одного из серийных убийц. Однако иногда монстры рождаются из событий, случившихся в их прошлом. Без преувеличения, самый страшный в истории человечества маньяк, с удовольствием лишавший жизни своих жертв, родился в 1957 году в Колумбии. О его детстве и юности практически ничего не известно, кроме факта, что в возрасте 7 лет он стал жертвой сексуального насилия со стороны близкого родственника. Самый удивительный факт заключается в том, что многие растлители и серийные убийцы детей сами в детстве пережили сексуальное насилие. Все преступления Луиса Горовита по прозвищу «Зверь» выпали на 90-е годы, когда в Колумбии происходило массу сложных экономических событий. Всюду была бедность. Тогда никому не было дела до пропажи нищих, оплаченных в флохмоте детей и подростков. Луису Горовиту было легко совершать убийство. Он заманивал детей на покинутые пустыри, предлагал немного денег или угощения. Голодные и нищие мальчишки с удовольствием соглашались пройти за дядей в надежде на чудо. Добравшись до пустыря, зверь накидывался на детей, насиловал их и убивал, перерезая горло. Далее он расчленял жертву и закапывал там же, чтобы не возиться с телом. Ужас длился до того момента, пока случайно не было обнаружено захоронение изувеченных детей и подростков мужского пола. Поступило указание сверху начать серьезное расследование с целью найти убийцу. В одном из мест захоронения мальчиков было обнаружено орудие убийства, нож, а также записка с адресом девушки, с которой встречался зверь. Он был схвачен вскоре полицией при попытке увезти на пустырь очередного мальчика. Общее число жертв зверя более 300 человек. Доказанных судом жертв 193. Эта цифра не укладывается у меня в голове. Если предположить, что зверь убивал по одному мальчику в неделю, то это будет шесть небольшим лет беспрерывных еженедельных убийств. Вдумайтесь только в это. Видимо, для подобного серийного убийцы, как зверь, мучения и лишения жизни превращаются в некую рутину, без которой он уже не может, но которая уже не кажется ничем особенным. А теперь самое главное и интересное в истории Луиса Горовита. Послушайте это. Самый большой ужас заключается в том, что максимальный срок заключения в Колумбии 30 лет. После того, как зверь не единожды пошел на сотрудничество с сотрудниками правопорядка, ему сократили срок до 22 лет. Внимание! Он должен выйти на свободу в этом 2023 году. Кто знает, быть может, к этому моменту, когда я записываю это видео или вы его смотрите, он уже свободный человек, заплативший, по мнению колумбийского правосудия, сполна за свои жуткие грехи. Как говорит само чудовище, после выхода из тюрьмы оно, внимание, будет заниматься политикой и будет помогать детям, пострадавшим от насилия. У меня нет слов. В истории уже, конечно же, были прецеденты, когда опаснейшего маньяка объявляли благодаря хорошей работе адвоката невменяемым и после небольшого срока лечения серийного убийцу выпускали на волю. Как вы думаете, каков был итог таких гуманистических решений? Конечно же, маньяки и психопаты в какой-то момент обязательно возвращались к своему любимому делу, а именно насилию и кровавым убийствам. Нет сомнений, что после того, как Луис Горовита получит свой кусок славы и заработает деньги, на этом, обретя свободу, он обязательно вернется к убийствам. Даже сейчас, спустя долгие годы, люди испытывают страх, думая о том, что серийный убийца может выйти на свободу и жить среди нас. В таком случае никто не сможет гарантировать, что он никогда не вернется к своим кошмарным преступлениям. Но никто не знает, ведь на Земле полно тайны загадок, к которым человечество еще не подобралось. Подпишись на мой канал, ведь именно здесь я раскрываю самые большие и невероятные загадки, которые скрывает история и человек. Увидимся!